Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения. Необычную сегодня я вам предлагаю тему для прослушивания. Поэтому если вы не в том настроении, не в том состоянии, то приложите ее на потом или вообще не смотрите. Ченнелинг. Как люди сходят с ума. Психология и психиатрия нового века. Контактер Михаэль. Высшие силы Илларион. Послание Иллариона. Илларион, я хочу радостно пожать ваши руки, обнять ваши сердца. О, люди! Благость мою впитайте. Сердцем своим исцеляющую силу мою пожните. Я ваш Илларион. Сегодня мы рассмотрим две науки. Психологию и психиатрию. А также особенно тех людей, которые душевно больны. Больные люди появляются в вашем мире из-за главной причины. Тьмы. Тьма доводит до крайностей. Тьма ломает психику. Делает ее нестабильной и слабой. Чувствительный человек в вашем агрессивном и неблагоприятном социуме все воспринимает слишком близко к сердцу. Он ранимый. И это приводит к тому, что его сознание не выдерживает условий вашего тяжелого и несправедливого социума. Его энергетическая структура ломается. Этому способствуют часто сами же родные такого человека и его друзья. Также этому способствуют его внутренние переживания. Неспособность контролировать свои чувства и мысли. Чему его нигде в вашем социуме не учили и не учат. Как, впрочем, и вас самих. И потому он впадает в крайности. Его бесконтрольный ум плодит для него страдания, которые разъедают его сущность. Тонкие тела и нейроны его мозга, что постепенно приводит к слому психики. Психически больной человек болен внутренней тьмой. И вы все больны ею, дорогие. Только вы пытаетесь придерживаться нормы среднестатистического больного человека, которого и называют нормальным. Но нет нормальности в том, как вы живете, как вы чувствуете и мыслите. Вы все должны быть исцелены светом Бога, потому что вы все по-своему психически больны. Ибо психа – это душа. А ваша душа заражена внутренней тьмой. Ей необходимо очищение. А вот крайнее проявление психического нездоровья – это либо пессимизм и жестокость, которые есть у людей с очень грубым нравом, либо просто слом психики людей, которые лежат в псих-лечебницах. Ибо нездоровье кроется во тьме. И ваши физические болячки также произрастают из вашей внутренней тьмы. Все едино. Так что, милые, исцеление ваше, в том числе и крайне больных людей, состоит в контроле ваших мыслей, чувств и действий. Не в русле жестких и часто несправедливых требований вашего общества, а в русле вашей светлой души. Обеспечьте вашу душу счастьем с помощью правильных мыслей, чувств и действий. И тогда исцелите вы сами себя и все вокруг. Вы будете солнцем освобожденным и по-божески теплым. Станьте ясным солнышком. Станьте. Генетические, психические заболевания дорогие не передаются. Они передаются только кармически. Точнее, не сами болезни передаются, а передается карма, под натиском которой психика и организм человека не выдерживают и надламываются. Потому что людей не учат, как работать со своими мыслями и чувствами. Как проходить свои кармические уроки в более благостном ключе. И так как у таких людей нет инструкций, как творить в себе и вокруг свет, то кармическая тьма их охватывает и побеждает, делая их психику больной. А если у человека сломалась какая-то биохимия в мозге, и кажется, в этом кроются только физические проблемы, то это неправильно так считать. Ибо мозговая биохимия выходит из строя по причине кармических энергий, с которыми сознание человека не успевает справляться, и они материализуются в виде слома нейронных связей и разных метаболизмов в организме. Если бы в вашем обществе с самого детства всех учили правильно мыслить, чувствовать и действовать именно в русле души, то психически больных людей бы не было. Ибо тогда в обществе царила бы аура любви и процветания. В этой ауре никому бы не захотелось бы сойти с ума улыбается. В ней бы захотели бы только купаться и радоваться жизни. И даже если бы в таком обществе люди успевали психически заболеть, то вернуть их к здоровой жизни все равно было бы возможно. Ибо любую биохимию можно исцелить сильными энергиями света. Ибо любой слом психики восстанавливается с помощью любви и духовных энергий. Если создать психически больным такую благостную ауру и при этом обучать их азам духовности и контроле своих мыслей и чувств, то постепенно все из них станут здоровыми, ибо свет не может не исцелять. Но тут, конечно, важен будет выбор души пациента. Исцелиться или нет. Как и вы, не все люди выбирают свет, а они могут также выбрать и тьму. Так и пациенты могут не выбрать исцеление, ибо оно требует определенных усилий, пусть поначалу и пусть небольших, но большинство больных уверенно выберут исцеление, потому что они будут чувствовать любящую энергию обычных проснувшихся людей и будут к ней тянуться, как к солнцу, пытаясь ей уподобиться. Но есть люди психически больные на основе тех изначальных искажений, которых получил их организм при рождении. Тому примеры Дауны. Они просто проходят свой путь очищения. Такие воплощения сильно очищают карму. Души выбрали такие поломанные тела со слабленными мозгами, чтобы пройти свои уроки. Но даже они могут повысить свой интеллект, а самое главное вибрации своей души даже в таком теле. И даже их можно научить о замконтроле своих мыслей и чувств. Это, возможно, дорогие. Главное вам самим заниматься этим самоконтролем во благо души. Ибо только ваш личный пример укажет путь, как им действовать. Все озвученное относится и к другим врожденным заболеваниям. Все возможно изменить к лучшему. У вас в обществе бытует мнение, что психически больной человек болен навсегда. И потому он не способен вылечиться до конца. Но, милые мои, это не так. Практика вашего общества, конечно, показывает, что психическая патология растягивается на всю жизнь. Но это связано только с тем, что вы люди. Совсем не умеете себя лечить. Вы пытаетесь излечить себя тоннами таблеток. Но они лишь успокаивают, убирают следствие. Но не убирают причину вашей внутренней болезни, тьму. Таблетками тьму не излечить. Ее возможно излечить лишь позитивными и правильными мыслями, чувствами и действиями. Положительными эмоциями. Но вы это не применяете психически больным людям. И потому они не знают, как себя вылечить. Ибо даже вы сами не знаете, как лечить себя от собственной тьмы. Вы также беспомощны в этом плане, как и они. Только пытаетесь держаться на волне среднестатистического психически больного, которого называют нормальным человеком. Психа, душа, должно быть всеми вами исцелено от тьмы. Леча болезнь неверным образом, ее невозможно излечить до конца. А можно лишь на время сгладить ее следствия и симптомы. А не вырвать ее суть или корень. И поэтому неудивительно, что у вас психически больные люди никак не могут исцелиться. Как они могут исцелиться, если вы их по существу не лечите от самой причины болезни, от самой тьмы? Вы не учите их самоисцелению, самовосстановлению, их психике и энергетике. Ибо вы сами свои души не исцеляете светом. Но если начать массовое правильное лечение психически больных, то почти все будут исцелены. И психбольницы будут пустовать. А не пополняться новыми партиями людей, сошедших с ума в вашем сумасшедшем обществе. В вашей нынешней психиатрии много проблем. И самое главное из них, она не выполняет то, для чего была создана. Она была создана для исцеления психически больных людей. Но ее главная нынешняя функция это изолирование психически больных людей от общества. Их успокоение всякими химическими таблетками и проведение консультации врачей с пациентом, которому такими неправильно ориентированными беседами на самом деле никак не помочь пойти на выздоровление. Вся психиатрия построена на таблетках и психотрубных препаратах. Она призвана просто успокаивать буйных и неуравновешенных, но не излечивать их недуг. Психиатрия похожа на тюремное дело. Тюрьма идеологически должна перевоспитать преступника тем фактом, что после преступления следует наказание. И потому, чтобы избежать наказания, преступник не должен снова идти на преступление. Тюрьма призвана перевоспитать, а также изолировать человека от общества, как это делают и психиатрические больницы, которые должны перевоспитать-исцелить своих больных и одновременно изолировать их от общества. И у того, и у другого института вашего общества ничего по факту не получается, кроме изоляции человека. И это связано с тем, что у самого человеческого общества кодекс нормального мышления предполагает преступление против законов Бога и добра. И сумасшествие в виде того, что люди разрушают сами себя и окружающую среду, в которой сами же и живут. И потому, как ваше нормальное общество может с таким кодексом поведения как-то перевоспитать или исцелить людей, если вы сами по своей сути являетесь преступниками или отступниками света и психически нездоровыми людьми, ибо ваши души имеют в себе много тьмы. Как больной человек может исцелить больного? Как преступник может перевоспитать преступника? Да, у вас преступное и больное начало не так крайне выражено, как у психически больных людей или настоящих преступников, но вы им отчасти подобны. И это так, мои дорогие, вы должны это понимать. Заметив это подобие, вы лучше поймете природу поведения психически больных людей и преступников. Увидите, что в вас живут эти начала и иногда вырываются в виде психа или гнева или в виде преступно-предательских действий. И это позволит вам лучше исцелять свою изначальную божественную природу, которая покрыта тяжелой землей негативных энергий. Выкопайте из себя свое истинное Я. Слейтесь с Богом. И учите своих преступников и психически больных людей этому пути самоисцеления в потоке любви и просветления. Так что главная проблема психиатрии состоит в том, что она никого по сути не лечит, а только лишь пичкает людей химией в виде таблеток, вызывая потом у пациентов чуть ли не наркотическую зависимость от них. Проблема ее также состоит в том, что она не располагает штатом специалистов-психиатров, которые бы имели исцеляющее, просветленное духом сознание, единственное, которое может помочь самоисцелению людей, попавших в ловушку сумасшествия. Психология – это отдельная наука о душе человека. Психиатрия – это подотдел психологии, которая отвечает за исцеление психически нездоровых людей с помощью химии и без какой-либо светлой духовной помощи. Психиатрия изучает поведение неуравновешенных людей, чтобы поставить правильный диагноз, на основе которого подбираются соответствующие медикаменты, которые будут их правильно успокаивать, но не исцелять. Психология же изучает поведение обычных людей. Людей, их лечение пытается сделать их жизнь лучше с помощью правильного конструктивного мышления, а не психотропных средств. Однако проблема психологии состоит в том, что она атеистична. Психология изучает душу. И само слово психология в переводе буквально означает наука о душе. Но как материалистично настроенный психолог может понять и познать душу, если она абсолютно бесплотная и не имеет физического выражения? Единственное оправдание этому несоответствию психологи нашли в том, что сознание человека находится исключительно только в его мозге и его биохимических процессах. Но причем здесь сознание и душа. Это различные субстанции. И здесь у них тоже есть несоответствие. Психологи всю душу сузили до размеров головного мозга и всю внутреннюю вселенную человека низвели до уровня инстинктов и фантазий мозга человека. Такое ограничение не может познать душу в ее целом и настоящем проявлении. И поэтому психологи, изучая не душу, а мозг, будут делать и делают неверные умозаключения, которые не помогут человеку сделать свою жизнь лучше. И потому есть люди, которые, называя себя психологами, уходят в изучение духовных и эзотерических дисциплин, чтобы компенсировать узость академической психологии и как-то по-настоящему помочь людям сделать себя счастливей. В принципе, психология является под отделом эзотерики или любой религии и философии, признающей Бога. Психология – важная часть духовности. И в принципе, все религии мира на протяжении всей истории человечества только и занимались психологией. Но когда наука отделила себя от религии и вообще от Бога, став атеистической, ей, как новой религии, пришлось заменить пустующую брешь познаний человека и его поведения с помощью психологии, которую они сделали сугубо материалистической и очень узкой. Тем самым наука хотела заменить с собой все области знаний, за часть которых и отвечают мировые религии. Ибо наука стала новой консультирующей религией и ее адептами стали атеисты. Ибо неверие – тоже вера, тоже философия, но со знаком минус. Психология не решает проблему людей глубоко. Если ее отделить от тонкого мира, от мира духовности, она становится как высохший листик, которого не питает величественное дерево эзотерики. Ибо этот листик оторван от этого дерева и поэтому стал высыхать и погибать на земной тверде без связи со своим истоком деревом. Психологии часто интересовались властемущие. Им очень важна эта наука. И часто они ее познают на практике. Но теперь у них есть еще целая теоретическая база психологии, которая позволяет более осознанно понимать, как управлять людьми с помощью их мотивов и болевых точек. Нынешняя психология нацелена на удовлетворение управленческого аппарата. И поэтому НЛП так сильно развита в вашем обществе. Теперь власть имущие используют в своих целях более изощренные психологические механизмы людей, чем прежде. И психология им может в этом в некоторой степени помогать. Но инструментарий манипулирования сознаниями людей власть имущие накапливали тысячелетиями. И многие механизмы проверены и отработаны временем. Однако в них содержится много тьмы, которая не приведет людей, земли к просветлению, изобилию и счастью. И все же нынешняя современная психология научила власть имущих чаще использовать морковку на удочке, которую люди никогда не смогут получить или получат, но не в полном виде. Привлечение людей к труду или к покупкам с помощью разных мотивирующих лозунгов, объектов и обещаний сейчас более активно используется, чем прежде в истории. В прошлом же чаще призывали к труду или к каким-либо действиям с помощью кнута, а не пряника. Сейчас больше пряника, чем кнута. Но из-за этого пряника ваша цивилизация превратилась в общество потребления, когда люди только и гоняются за пряниками, которые им предлагают власть имущие и другие люди. Но это не помогает их развитию, а бывает даже уводит их в деградацию. Психиатрия должна стать в державе света, ориентированной на духовность. Таблетки необходимо снизить до минимума и выдавать их больным лишь тогда, когда им становится плохо или они становятся буйными. Особенно буйным лучше давать таблетки на постоянной основе, но не такие, чтобы они совсем превращались в овощей. Во всем должна быть гармония, дорогие. Мера должна быть. Пациентам могут выдаваться таблетки природного происхождения, с успокаивающими травами. Все должно быть естественным. Врачи-психиатры должны быть по натуре духовными учителями, должны владеть своими тонкими телами, мыслями, чувствами, действиями, в русле благостного, светоносного проявления. К больным три раза в неделю, как минимум, и даже чаще должны приходить просветленные эзотерики света, чтобы обучать больных, как контролировать свои мысли, чувства, действия. Чтобы петь вместе с ними мантры, добрые и чистые аффирмации и молитвы, они должны приучать потихоньку больных к медитации, к разным асанам, йоге, гимнастике, чтобы энергия в их теле шла более гармонично. Каждому они должны применять индивидуальный подход. В этой гимнастике им должен помогать медперсонал, который обязан оказывать всяческую поддержку своим пациентам для свершения необходимых телодвижений, которые будут создавать в них релаксацию, энергетическую наполненность и удовлетворение. Психиатрическая больница должна стать своего рода ашрамом или храмом для поломанных душ, проживая в котором они возвращались бы к Творцу внутри себя и обретали успокоение и очищение от своей внутренней тьмы. Психиатрические больницы ни в коем случае не должны находиться в городе, ибо город энергетически и физически лишь ухудшает процесс оздоровления больных. Все психиатрические ашрамы, улыбается, должны находиться только на природе, где больным разрешается гулять, проводить свои энергетические практики и просто наслаждаться жизнью. Когда лечебница станет благоприятным для души местом, оздоровление с высокими вибрациями, то лечащимся даже в голову не придет бежать из этой больницы, ибо человек бежит только от низких вибраций и страданий. Огораживать территорию психиатрического ашрама нужно, но совсем держать в заперти лечащихся нельзя. Если человек серьезно болен, то можно его не выпускать, но таких в лечебницах меньшинство. Большинство же должно свободно перемещаться по природной территории своего исцеляющего ашрама. Так как лечебница наполнена людьми с расстроенной психикой, то она заполнена и расстроенной энергией. И поэтому медперсонал должен иметь в своих обязанностях совместно с духовным целителем-психиатром проводить энергетические практики, медитации по очищению пространства ашрама во время тихого сна, когда лечащиеся спят. Надо проветривать чаще помещения, чтобы свободная чистая энергия циркулировала в этом пространстве и создавалась атмосфера счастья и наполненности. Также лучше называть психиатрически больных номенклатурно и в быту словом «лечащиеся», ибо слово «больной» лишь усиливает болезнь человека, ибо он привязывается подсознанием и умом к образу больного, а ему нужно привязываться к образу лечащегося, исцеляющегося, освобождающегося от внутренних пут человека. И это будет ускорять лечение. Лечащимся будет предлагаться почитать эзотерическую литературу, где любящие высоковибрационные энергии, которая будет помогать им осознать свое «я», научит контролировать свои мысли, эмоции и при помощи лучшего понимания их сути и функций для духовного развития сознания. Также им будет предлагаться аудиолитература, плеер с наушниками, чтобы прослушивать интересную и важную информацию о самоисцелении и восстановлении в себе божественной сущности, уравновешенной, спокойной и благостной. Вся деятельность и весь распорядок дня будут способствовать исцелению и духовному развитию лечащихся в психиатрическом ашраме. Для психиатрически больных людей это место будет местом постоянных медитативных практик, чтения духовной литературы, позитивных физических тренировок, прогулок по парку на территории ашрама исцеления. Эзотерические учителя света будут часто навещать такие ашрамы и обучать исцелять своими речами лечащихся людей. Эти эзотерики света могут еще проводить сеансы исцеления физико-химических процессов в организмах лечащихся, чтобы улучшить их состояние и ускорить психиатрическое выздоровление к свету. Психиатрическая больница должна превратиться из места гниющей, неутихающей болезни в храм цветущей любви, которая будет исцелять сердца и разумы людей. Психиатрический ашрам должен быть местом Бога, а не местом скорби. Бог исцелит души всех лечащихся. Главное его впустить в их образ жизни, в пространство психбольницы, которая станет для них не местом проживания и таблеточного успокоения, а местом духовного развития и процветания, исцеления всех своих внутренних недугов светом и любовью Творца. Такие благочестивые вибрации будут успокаивать лечащихся лучше любых транквилизаторов. И потому таблетки не будут так сильно использоваться. Они будут редкими релаксантами. В основном релаксацией душ и умов лечащихся будет заниматься духовная и светлая атмосфера ашрама исцеления. А если говорить о психологии в условиях державы света, то она, как таковая, в ней не нужна. Ибо она, как отдельная дисциплина, появилась лишь вследствие отделения ее от Бога вместе с академической наукой. Но изначально она принадлежала только философским течениям и религиям общества. Новое эзотерическое миропонимание включает в себя полноценную психологию. Академическая психология в этом плане лишнее звено. Ею пользуются в основном те, кто не верит в Бога. А те, кто верит в Него и ищет истину, могут постепенно переходить от психологии к религиям, эзотерическим учениям и духовности. Либо же они сразу осваивают эзотерический мир, самопознание и познание всех и всего вокруг. Так что все необходимые модернизации психологии уже лежат внутри зарождающейся новой эзотерической волны. В принципе, вы можете полностью отказаться от академической психологии. Психологии-эзотерики вам хватит слегкой, ибо она отвечает на многие вопросы, на которые не отвечает академическая, узкая, ложная психология. Либо она же на них отвечает, но неполно, криво и искаженно. Вся духовность стоит на ките психологии. Это ее основа, и потому пользуйтесь в качестве психологии именно духовными течениями истинного света, а не течениями академической ложной науки. На этом все, дети Бога. Я вас люблю. Мои дорогие люди, искупнитесь в моей любви, в моем изумрудном океане исцеления. Наполнитесь мной. Хочу вас обнять. Ваш Иларион. Принял Михаил. Вы прослушали тему «Психология и психиатрия нового века». Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует...